Марка Черри приготовила сразу несколько важных новостей. Пожалуй, главная для нас упрощённая версия кроссовера Тига 4. Ей полагается полуторалитровый атмосферник, с которым могут быть состыкованы механика или вариатор. Но будьте бдительны, такая четвёрка будет ехать иначе, нежели старшие собратья. К новому движку прилагаются полузависимая задняя подвеска, электрический усилитель руля плюс бензобак объёмом 51 литр вместо прежних 57. Для этой версии специально придумана простенькая комплектация. Она включает пару подушек безопасности, ESP, систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя, задний парктроник, кондиционер, подогрев передних сидений и 16-дюймовые колёса. Стартовая цена такого кроссовера 969 тысяч рублей. И это самый дешёвый черри на российском рынке. Хотя, вскоре этот титул может перехватить Тига 2, если, конечно, его захотят вернуть россиянам. В Китае этот кросс-хэтч только-только пережил обновление и продаётся под замысловатым именем Тига 3Х+. За приставкой плюс скрываются новые внешность и салон. По дизайну младший из паркетников черри теперь напоминает свежий Тига 7 второго поколения. Интерьер тоже изменён. Китайцы не пожалели поставить другую переднюю панель, в которую вписан 9-дюймовый тачскрин медиасистемы. И, конечно, не обошлось без внедрения современной ездовой электроники. Система стабилизации стала стандартной. Стояночный тормоз обрёл электропривод и так далее. Под капотом появился более современный атмосферник, а вместо автомата занял вариатор. Чего нам точно не видать, так это электрического паркетника EQ5. Это чисто батарейная новинка на свежей модульной платформе. Теоретически новая архитектура разрешает установку пары двигателей. Но для паркетника избрали одномоторную схему. Электрический двигатель расположен сзади, поэтому этот черри имеет задний привод. Презентуя модель, китайская марка похвасталась алюминиевым кузовом, а также пробегом на одной зарядке. Он составляет более 500 километров. По формату EQ5 напоминает Nissan X-Trail. Для черри этот проект крайне важен. Поэтому китайцы для создания образа пригласили дизайнеров из ателье Pininfarina. Продолжение следует...